Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте. В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец. И мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе. Бизнес в красной зоне. Но пандемия ни при чем. Почему бизнес мог помешать озеленению? Кто успел, тот и съел. Как два тараских бизнесмена не поделили понравившиеся земельные участки? Гибкость закона или сила убеждения? Почему земельная комиссия Акимата дважды отказывала, а на третий раз сдалась? Что такое сервитут и как тротуар помешал строительству нового завода? Эта история началась в Таразе в 2016 году. Отдел земельных отношений Акимата города Тарас заключил договор аренды двух земельных участков СИП, которая принадлежала Айдосу. Согласно договору, участки предназначались для временного строительства пункта технического обслуживания автомобилей, автомойки, магазина и торгово-бытового комплекса. Впоследствии Акимат продлил аренду до 2024 года. С Айдосом были подписаны новые договоры аренды. Позже предприниматель решил расширить земельный участок для строительства мини-завода. Решениями земельной комиссии дважды было отказано в предоставлении данного земельного участка с указанием на то, что под земельным участком проходят инженерно-коммуникационные сети. И второе основание, вторая причина отказа – нахождение земельного участка в зоне озеленения города. Однако третья попытка Айдоса оказалась удачной. Предприниматель получил положительное заключение и получил в аренду еще два участка общей площадью более полутора гектара. Я считаю, что поскольку площадь земельного участка не позволяла реализовывать планы строительства нового завода по производству соборового масла, и для расширения требовалась определенная территория, и земельная комиссия приняла решение о предоставлении дополнительных земельных участков ИП на Роливу. Но Айдос был не единственным претендентом на участок. Одновременно с Айдосом присоединение этой же земли заинтересовало ИП Булата, которому земельная комиссия также дважды отказывала, ссылаясь на прохождение на испрашиваемой территории инженерно-коммуникационных сетей и на зону озеленения. Интересно, что второй отказ состоялся в 2019 году, когда спорная земля уже была предоставлена в пользование Айдосу. Булат решил добиться справедливости через закон. Истец, не согласившись с тем, что испрашиваемый им земельный участок был передан другому лицу, обратился в суд. С обжалованием решения земельной комиссии, соответственно, постановление Акима и признание договора недействительным, указывая на то, что он имеет преимущественное право на получение данного земельного участка. Первый судебный процесс проходил специализирован в Межрайонном экономическом суде Пожжимовской области. В связи с пандемией он проходил в онлайн-формате посредством мессенджера WhatsApp. По мнению Булата, земельные участки были предоставлены Айдосу с нарушением законодательства. Без соблюдения красной линии, а тротуар является землей общего пользования. На спорном земельном участке находится высоковольтная линия электропередач, в связи с чем строительство на нем запрещено. Согласно нормам земельного закона статьи 43 указано, что право предоставления земельных участков наделено земельной комиссией. То есть нужно два момента – это положительный заключенный земельной комиссией и земельный служебный проект. На основании этих двух документов выносится решение местного исполнительного органа Акимата. Суд, основываясь на заключении специалиста, отметил, что часть сборного участка расположена в границах красной линии, где запрещается строительство зданий и сооружений, не обслуживающих транспортную инфраструктуру. Кроме того, между арендованными участками проходит тротуар с сервитутом для инженерно-коммуникационных сетей. Уже в силу этого в межрайонном экономическом суде пришли к выводу, что предоставление спорных участков под строительство было незаконным. Однако это было не единственное нарушение. Данный земельный участок предоставлен ему без проведения торгов для обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений. Эти земельные участки, если и должны были бы реализоваться, то только путем проведения торгов. Потому что господин Уралиев получил их как прирезку к своему земельному участку. Однако, по сути, такой проведения не было, потому что участок его не был смежным с тем участком, который мы предоставили. Из земельного кодекса Республики Казахстан. Статья 48. Предоставление земельных участков или право аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в земли пользования, осуществляется на торгах, за исключением случаев, когда земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется физическим и юридическим лицам для эксплуатации и содержания зданий, принадлежащих им на праве собственности и или иных вечных прав, в том числе для расширения или конструкции зданий на прилегающей территории в соответствии с архитектурно-градостроительной и или строительной документацией, утвержденной в порядке установленным законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Спорный участок был предоставлен Айдосу без каких-либо торгов, в качестве прирезки к совершенно пустому земельному участку, без зданий и сооружений и, соответственно, без цели их расширения либо реконструкции. Наконец, суд напомнил, что земельный кодекс прямо запрещает предоставлять отдельным лицам тротуары как земли общего пользования. Учитывая это, суд согласился с доводами Булата о том, что Акимат незаконно передал Айдосу территорию, соответственно, и договор его аренды также был признан недействительным. Также было установлено, что между двумя земельными участками ответчика, предоставленных ответчику, проходит тротуар, то есть земля общего пользования. Данный тротуар также был передан в землепользование данному ответчику по делу и был оформлен как сервитут на подинженерно-коммуникационной сети. Однако земельным кодексом установлен правовой запрет на предоставление тротуара кому-либо в землепользовании. Согласно решению специализированного Международного экономического суда от 2 сентября 2020 года, исковое заявление Диктимаева к Нуралиеву и другим лицам признано действие Акима незаконным, также признан договор аренды 453 от 27 августа 2019 года, заключенный между отделом земельных отношений Нуралиевым и признан недействительным. Из земельного кодекса Республики Казахстан Статья 115. Земли автомобильного транспорта Пункт 4. Запрещается строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования, за исключением объектов дорожной службы, наружной рекламы, постов полиции, санитарно-эпидемиологического контроля, таможенных органов, пограничного транспортного контроля, ветеринарных и фитосанитарных контрольных постов, антенномачтовых сооружений и или опор для оборудования сотовой или спутниковой связи. Однако ответчики не согласились с решением суда первой инстанции. В апелляционной жалобе они указали, что ИП-участок был предоставлен на законных основаниях, поскольку строительство нового завода включено в карту форсированного индустриального инновационного развития. После этого Айдос получил разрешение всех коммунальных служб, в том числе на перенос высоковольтных линий. Другие инженерно-коммуникационные линии проходят по тротуарам, и на него установлен серветут, то есть помех общественному движению нет. Серветут – это право ограниченного целевого пользования чужим земельным участкам, в том числе для прохода, проезда, прокладки, эксплуатации, необходимых коммуникаций. Собственники земельных участков и землепользователи обязаны обеспечить предоставление серветута в порядке установленных законов. Ответчик пояснял следующее. В связи с тем, что передана ему собственность сначала во временное землепользование, и собственность земельный участок находится вдоль автодороги, то там запрещено и будет неудобно возведение мини-завода. С чем он обратился, каким у города, о предоставлении рядом, расположенного рядом через тротуар, земельного участка. В ноябре 2020 года операционную жалобу рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда. Коллегия по своей инициативе затребовала еще одно заключение специалиста, согласно которому при обмере земельных участков установлено, что один земельный участок фактически полностью находится за красной линией. При этом северный угол участка выходит на тротуар на один метр, а часть второго участка шириной 3 и длиной 60 метров также находится за красной линией. Хотелось бы заметить, что вопрос красной линии это больше, наверное, к архитектуре, потому что они определяют. Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки. Шансов изменить решение не было изначально. Почему? Потому что строительство завода не является основанием для того, чтобы изменять действующие законодательства. Это раз. Доводы о том, что коммуникации были перенесены, были согласованы и так далее. Они тоже не могут влиять на данную ситуацию и не могут давать право использовать землю общего пользования, в частности тротуары. Таким образом, коллегия сочла достоверно установленным, что на спорных земельных участках запрещается строительство зданий и сооружений, не предназначенных для обслуживания транспортной инфраструктуры, тогда как земельные участки были предоставлены ИП Айдоса для строительства мини-завода. Также коллегия посчитала, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что проходящий через тротуар земельный участок не может быть предоставлен для эксплуатации и содержания зданий, находящихся на земельном участке ответчика. В результате решение было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Из постановления суда апелляционной инстанции. Разрешая спор, суд правильно установил характер спорных правоотношений и нормы закона, подлежащие применению. При этом все изложенные в решении выводы подробно мотивированы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, основаны на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, которым суд дал надлежащую, отвечающую правилам ст. 68 ГПК, правовую оценку на предмет их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи. Здесь имеются недостатки в работе должностей местного исполнительного органа, которые должны нести ответственность из-за неправильного предоставления земельного участка. Но в отношении этого судом первым инстанциям было вынесено частное определение, и по результатам частного определения должностные лица Акимата города Тарас были примечены к различным ответственностям. На данный момент подана кассационная жалоба, она рассматривается в Верховном суде. Мы, как участники процесса, тоже подали кассационную жалобу, и, как мне известно, ответчик тоже подал кассационную жалобу в Верховный суд. На данный момент решение не принято, находится на стадии рассмотрения. Но в случае, если признание, если решение суда останется без изменения, то земельный участок перейдет к прежнему владельцу, то есть кассационности. У проигравшей стороны еще есть возможность кассационного пересмотра состоявшихся судебных актов. Но на данный момент мотивировка местных судов выглядит очень убедительно. Какие уроки можно извлечь из этой истории? Похоже, если бы не спор двух бизнесменов за удобный участок, никто бы даже не поднял вопрос о грубых нарушениях действующих стандартов земельного законодательства. На это, в частности, указывает то, что ИП-нарушитель смогло получить все необходимые технические согласования для строительства. Трудно представить, сколько таких объектов построено у нас в стране с игнорированием запретов и ограничений. Всем казахстанским предпринимателям нужно помнить, что начинать бизнес в обход закона чревато будущими юридическими проблемами. И не факт, что судебная власть встанет на сторону нарушителей. Ну и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью. Шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok